Снова всем привет! Вы на канале Skyward, с вами я Вадим, и давайте продолжим знакомство с главами Романа Роберта Гелбрейта «Бегущая могила». Я хочу остаться под названием именно этого автора, потому что раз автор хотела печататься под псевдонимом, мы так и оставим. Если бы она хотела печатать под своим именем, она бы это сделала. Не будем нарушать того, что задумала автор. Итак, шестнадцатая глава, роман «Бегущая могила». Линия в начале имеет хорошую удачу, вторая – благоприятную, это связано со временем. Третья строка предвещает несчастье, пятая – болезнь и джин или книга перемен. В течение следующих нескольких дней Страйк и Робин общались только деловыми сообщениями, без шуток и посторонних разговоров. Робин больше раздражалась на себя за то, что зациклилась на хлопанье дверью и обвинениях в том, что она сплетничала сился за спиной партнера, чем на Страйка за то, что он сделал что-то из этих двух вещей. Страйк, понимая, что повел себя неразумно, не стал извиняться, однако к раздражению на Илсу добавилось ноющее чувство самообвинения, которым усилилось после второго свидания с Бежу. Он понял, что совершает ошибку уже через пять минут после новой встречи с ней. Пока она хохотала над своими историями, громко рассказывала о том, что на нее запали лучшие юрист-консультанты, он сидел в полной тишине и спрашивал себя, какую игру, черт возьми, он играет. Решив, по крайней мере, что получить то, что зачем он пришел, он покинул ее квартиру через несколько часов со слабым чувством отвращения к себе и твердым желанием никогда больше не попадаться ей на глаза. Единственным небольшим утешением было то, что на этот раз его подколенное сухожилие не пострадало, так как он указал на то, что предпочитает находиться в горизонтальном положении во время секса. Хотя это был едва ли первый случай, когда Страйк переспал с женщиной, которую не любил. Никогда прежде он не трахался с той, кто ему активно не нравился. Весь этот эпизод, который он теперь считал окончательно закрытым, скорее усилил, чем ослабил его плохое настроение, заставив его вновь столкнуться со своими чувствами к Робин. Страйк не знал, что отношением Робин и Мерфи был нанесен первый серьезный удар, о чем Робин не собиралась делиться со своим деловым партнером. Ссора произошла в среду вечером в баре недалеко от Пикадили-Серкус. Робин, которая должна была уехать в Ковентре в пять часов утра следующего дня, не очень-то хотела идти в кино в середине недели. Однако, поскольку Мерфи уже купила билеты, она посчитала, что не может возражать. Похоже, он не собирался переходить в схеме, при которой они встречаются в квартирах друг друга только для того, чтобы поесть и заняться сексом. Робин догадалась, что это связано с боязнью принять ее как должное или войти в привычную кулею, так что, как она догадалась из косвенных комментариев, жаловалась его бывшая жена. Поводом для ссоры послужило случайное замечание Робина о том, что она планирует остаться на ферме Чемпмена. После этого стало ясно, что Мерфи заблуждается. Он думал, что она пробудет там всего семь дней, если ее удастся завербовать, и был шокирован, узнав, что на самом деле она взяла на себя обязательство по бессрочной работе под прикрытием, которое может продлиться несколько недель. Мерфи был раздосадован тем, что Робин не объяснил ему ситуацию до конца, а Робин была раздражена тем, что он не выслушал ее как следует. Возможно, Мерфи не виноват, что он навевает неприятные воспоминания о предполагаемом праве ее бывшего мужа диктовать границы ее профессиональных обстоятельств. Но сравнение было неизбежным, поскольку Мерфи считал, что страйк оказал давление на Робин, заставив ее выполнить эту обремительную работу, а она не проявила достаточной решительность, чтобы отказаться. «Так получилось, что я хочу это сделать», сказала Робин Мерфи с сердитым шепотом, потому что в баре было много народу. Момент, когда они должны были уходить в кино, незаметно проскочил 20 минут назад. «Я вызвалась, потому что знаю, что я лучше всех подхожу для этой работы. И к твоему сведению, страйк активно пытался меня от нее отговорить». «Почему?» «Ну, потому что это может занять много времени», сказал Робин, солгав по недосмотру. «И он будет скучать по тебе? Ты это хочешь сказать?» «Знаешь что, Райан? Отвали». Не обращая внимания на любопытные взгляды стоявших неподалеку девушек, которые бросали косые взгляды на красавчика Мерфи. Робин накинула пальто. «Я еду домой. Мне все равно надо вставать на рассвете, чтобы ехать в комнатри». Робин. Но она уже направилась к двери. Мерфи догнал ее в сотни ядов от дороги. Ее извинения были принесены прямо на глазах у увенчанного амуромемориального фонтана Шафтсбери, где ее бывший муж сделал ей предложение, что никак не избавила Робин от чувства не доживет. Однако, поскольку Мерфи галантно взял всю вину на себя, Робин посчитала, что у нее нет другого выхода, кроме как смириться. Учитывая, что «Да здравствует Цезарь!» уже наполовину закончился, они отправились в недорогой итальянский ресторан и расстались, по крайней мере, внешне, на хороших условиях. Тем не менее, настроение Робина осталось подавленным, когда на следующее утро она отправилась на север в своем стареньком лендровере. В очередной раз ей пришлось столкнуться с проблемой совмещения нормальной личной жизни и выборной работы. Она думала, что с Райаном, учитывая его профессию, будет проще, но вот она снова отправдывает обязательства, о которых, как она знала, он бы и не задумался, если бы сам их принимал. Поездка по трассе М1 проходила без пришествий, поэтому отвлечься от неудовлетворительных размышлений ей не удалось. Однако на подъезде к станции техобслуживания Ньюпорт погнал, где она планировала остановиться, чтобы выпить кофе, раздался звонок Илси. В лендровере не было блютуза, поэтому Робин подождала, пока она окажется в стропбаксе, и только после этого перезвонила Илси. «Привет», — сказала она, стараясь казаться веселее, чем чувствовала себя. «Что случилось?» «Ничего, правда», — сказала Илси. «Просто интересно, говорил ли тебе корм что-нибудь? Обижу?» — спросила Робин, который не оставила труда притвориться, что она не понимает, о чем говорит Илси. «Кроме того, что он обвинил меня в том, что я разговариваю с тобой за его спиной?» «Нет». «О, Боже», — простана Илси. «Прости, я только пыталась предупредить его». «Я знаю», — вздохнула Робин, «но ты же знаешь, какое он». «Ник говорит, что я должна извиниться, и это, надо сказать, чертовски приятно, солидарность со стороны мужа. Хотела бы я посмотреть на лицо Ника, если бы бежу нарешно залетела. Я не думаю, что ты знаешь». «Илса», — сказала Робин, перебирая подругу. «Если ты собираешься спросить меня, расспрашивал ли я Страйк о его привычках в области контрацепции, ты понимаешь, что она сказала мне?» И еще пяти людям, которые, кстати, были в пределах слышимости, что во время романа с женатым королевским адвокатом она взяла использованный презерватив из мусорного ведра и вставила его в себя. «Господи», — сказала Робин, ошламленный и очень жалея, что ее сообщили эту информацию. «Ну, я полагаю, что это проблема Страйка, не так ли?» «Я пыталась быть хорошей подругой», — сказала Робин с досадой. «Каким бы придурком он ни был, я не хочу, чтобы он платил алименты чертовой бежу Уоткинс в течение следующих 18 лет. Она будет кошмарной матерью, почти такой же плохой, как Шарлотта Кэмпбелл». К тому времени, когда Робин вернулась в Лендровер, она чувствовала себя еще более несчастной, чем прежде, и ей потребовалось значительное усилие воли, чтобы переключить свое внимание на работу. Без пяти двенадцать она подъехала к дому Шейлы Кеннет. Заперев Лендровер, Робин задумалась, как, учитывая слова Кевина Пербрайта о том, что члены церкви вкладывают все свои деньги в АГЦ, Шейла смогла позволить себе даже этот небольшой дом, пусть и обшарпанный на вид. Когда она позвонила в дверь, то услышала шаги, скорость которых удивила ее, учитывая, что в Шейле Кеннет было восемьдесят пять лет. Дверь открыла миниатюрная пожилая женщина с рядеющими седыми волосами, собранными в пучок. Ее темные глаза, на обеих радужках которых виднелась заметная синельная дуга, были невероятно увеличены парой мощных бифокальных очков. Слегка сгорбленная Шейла была одета в свободное красное платье, темно-синее тапочки, и у нее был слуховой аппарат огромного размера, потускневшее золотое обручальное кольцо и серебряный крестик на шее. «Привет», — сказала Робин, улыбаясь ей. «Мы говорили по телефону, я Робин Эллакотт». «А, частный детектив, не так ли?» — сказала Шейла своим слегка натреснутым голосом. «Да», — сказала Робин, протягивая водительское удостоверение. «Это я». Шейла несколько секунд смотрела направо, затем сказала. «Все в порядке, заходи». И отошла в сторону, чтобы Робин могла пройти в холл, заселенный темно-коричневым ковром. В доме пахло затклостью. «Проходи туда», — сказала Шейла, указывая Робин на переднюю комнату. «Хочешь чаю?» «Спасибо. Чем я могу помочь?» — спросила Робин, глядя на крупкое Шейла, удаляется в сторону кухни. Шейла ничего не ответила. Робин надеялась, что слуховой аппарат был включен. Облупившиеся обои и скудно обшарпанная мебель говорили о бедности. Зеленый диван стоял под прямым углом к выцветцому, клетчатому креслу с такой же подставкой для ног. Телевизор был старый, под ним стоял такой же древний видеопроигрыватель, а в шатком книжном шкафу хранилось множество крупношерифтовых романов. Единственная фотография в комнате стояла на вершине книжного шкафа. На ней была изображена свадьба 1960-х годов. Шейла и ее муж Брайан, имя которого Робин зазнала из переписи населения, стояли у здания ЗАГСа. У шеи, которая в молодости была очень красивой, были темные волосы, уложенные в виде улья, а ее свадебное платье с юбкой опускалось чуть ниже колен. Трогательность фотографии придавала то, что слегка чудаковатый Брайан сиял, словно не веря своей удаче. Что-то задело лодыжку Робин. Серый кот только что вошел в комнату и теперь смотрел на нее своими ясными зелеными глазами. Когда Робин нагнулась, чтобы почесать его за ушами, раздался звонкий звук, возвестивший о появлении шелы, который держал в руках старый жестяной поднос, на котором стояли две кружки, кувши и таялка с тем, что Робин опознала, как ломтики торта мистер Киплин Бэксвелл Тарт. «Позвольте мне», сказала Робин, так как часть горячей жидкости уже пролилась. Шейла позволила Робин взять поднос из ее рук и поставить его на маленький кофейный столик. Шейла взяла свою кружку, поставила ее на подлокотник клетчатого кресла, села, положила свои маленькие ножки на табуретку и сказала, глядя на поднос с чаем. «Я забыла сахар, я пойду». Она снова начала с трудом подниматься со стула. «Ничего страшного, мне не нужно», поспешно сказал Робин. «Если только вы хотите». Шейла покачала головой и расслабленно откинулась в кресле. Когда Робин села на диван, кот запрыгнул рядом с ней и стал тереться об нее мурлыча. «Он не мой», сказала Шейлина, благодаря за выходками кота. «Он соседский, но ему здесь нравится». «Ясно», улыбнулась Робин, проводя рукой по выгнутой спине кота. «Как его зовут?» «Смоки», сказала Шейла, поднося кружку-карту. «Ему здесь нравится», — повторяла она. «Вы не возражаете, если я буду делать записи», — сказал Робин. «Записи?» «Пожалуйста», сказала Шейла Кеннет, пока Робин доставала ручку. Шейла издала звук поцелуя в сторону кота Смоки, но он не обратил на нее внимания и продолжал тереться с головой о Робин. «Неблагодарный», — сказала Шейла. «Я вчера дала ему консервированную лососи». Робин снова улыбнулась и открыла свой блокнот. «Итак, миссис Кеннет, можешь звать меня Шейла. Зачем ты сделала это со своими волосами?» «О, это», — смущенно сказала Робин, поднимая руку голубым краем своей подчувствии. «Я просто экспериментирую». «Панк-рок?» «Да», — сказала Шейла. «Решив не говорить Шейле, что она устарела примерно на 40 лет, Робин сказала немного. «Ты красивая девушка. Тебе не нужны синие волосы». «Я подумываю о том, чтобы их изменить», — сказала Робин. «Итак, я могу спросить, когда вы с мужем переехали жить на ферму Чеппин?» «Тогда ферма называлась не Чеппин, — сказала старушка. «Это была ферма Форгеман. Мы с Брайаном были хиппи», — сказала Шейла, моргая на Робин сквозь толстый лим за очков. «Ты знаешь, что такое хиппи?» «Да», — сказал Робин. «Ну, мы с Брайаном были именно такими. Хиппи», — сказала Шейла. «Жизнь, кому не хиппи», — вторела она, как будто ей нравилось звучание этого слова. «Вы можете вспомнить, когда в 69-м мы туда поехали?» — сказала Шейла. «Когда все только начиналось. Мы выращивали травку. Знаешь, что такое травка?» «Да, я знаю», — сказал Робин. «Мы много курили», — сказала Шейла, с очередным смешком. «Кто еще был там в начале? Можете вспомнить?» «Да, я все это помню, с гордостью», — сказала Шейла. «Раст Андерсон, американец был, жил в палатке в поле. Кароль Коутс, я все это помню. Иногда не могу вспомнить вчерашнюю неделю, но все это помню». Коутс был неприятным человеком, очень неприятным человеком. «Почему вы так говорите?» «Дети», — сказала Шейла. «Разве ты не знаешь обо всем этом?» «Вы говорите о том, как были арестованы братья Кроттер». «Да, мерзкие люди, ужасные». «Они и их друзья». Грулыкание кота наполнило комнату, когда он лежал на спине, а Робин гладил его левой рукой. «Мы с Брайаном никогда не знали, что они замышляют», — сказала Шейла. «Мы никогда не знали, что происходит. Мы были заняты выращиванием и продажей овощей. У Брайана были свиньи. Неужели?» «Он любил своих свиней и кур. Дети бегали повсюду. У меня не было своих выкидыш. Всего у меня было их девять». «О, мне очень жаль», — сказал Робин. «У нас никогда не было своих детей», — повторила Шейла. «Мы хотели детей, но не могли. На ферме было много детей. И я помню твоего друга, большой парень. Больше, чем некоторые старшие мальчики». «Простите», — сказал Робин растерянно. «Твой партнер, Кондо Монстрайк или что-то в этом роде. Не так ли?» «Именно так», — сказала Робин с любопытством, глядя на нее и размышляя. Действительно, пожилая леди, которая могла много повторяться, но, казалось, в основном бодой впала в маразм. Когда я сказала соседке, что ты придешь ко мне, она зачитала мне статью о тебе и о нем. Он был там со своей сестрой и мамой. «Я помню, потому что моему Брайану нравилась Леда Страйк. И я это заметила. И мы с ней из-за этого поссорились. Ревность. Я все время видела, как он за ней наблюдает. Риновала», — повторяла Шейла. «Но я не думаю, что Леда посмотрела бы на моего Брайана. Он не был рок-звездой». Ра. Шейла снова издала напреснутый смешок. Изо всех сил, стараясь скрыть свое потрясение, Робин сказала, «У вас очень хорошая память, Шейла». «О, я помню все, что происходило на ферме. Иногда не помню вчерашний день, но все это помню». «Я помогала рожать маленькой Энн. Там был Гарольд Коутс. Он был врачом. Я помогала. Ей было очень тяжело. Ну, ей было всего 14 лет». «Правда?» «Да. Свободную любовь, понимаете. Это было не так, как сейчас. Все было по-другому». «А ребенок?» «Все было в порядке. Мазу, как назвали ее Энн. Но вскоре после этого Энн ушла, оставила ее в коммуне. Не нравилась быть матерью, слишком молодая». «Так кто же присматривал за мазу?» «Спросила Робин. Ее отец?» «Не зная, кто был ее отцом. Я никогда не знала, с кем ходит Энн. Люди спали, с кем попала. Но только не мы с Брайаном. Мы пытались завести своих детей, были заняты на ферме. Мы не знали всего, что происходило», — снова заговорила Шейла. «Полиция пришла на ферму без предупреждения. Кто-то вызвал их. Нас всех допрашивали. Мой Брайан посидел в участке несколько часов. Они обыскали все комнаты, перерели все наши личные вещи. После этого мы с Брайаном уехали. А вы?» «Да, это было ужасно», — сказала Шейла, еще раз подчеркнула. «Мы не знали. Мы никогда не знали. Они же не во дворе этим занимались. Мы были заняты хозяйством. Куда вы направились, когда ушли?» «Сюда», — сказала Шейла, указывая на дом своей, испещренной пятнами рукой. «Здесь жили мои мама и папа». О, они злились из-за всего, что мы писали в газетах. А Брайан не смог найти работу. А я нашла офисным служащим. Мне это не нравилось. Брайан скучал по ферме. Как долго вы отсутствовали, Шейла? Вы можете вспомнить? Два года, три года. Потом Мазона писала нам. Она сказала, что все наладовалось, и у них новая хорошая община. Брайан хорошо справлялся с фермерством. Вот почему она хотела его видеть. И мы вернулись. «Можете ли вы вспомнить, кто там был, когда вы вернулись?» «А ты не хочешь торт?» «Спасибо, я бы не отказалась», — солгала Робин, протягивая руку за ломтиком Байквала. «Могу я?» «Нет, я принесла его для тебя», — сказала Шейла. «О чем ты меня только что спросила?» «О том, кто был на ферме Чепвена, когда вы вернулись туда жить?» «Я не знаю всех их имена. Было несколько новых семей. Коц ты еще был там». «О чем ты меня спрашивала?» «Только о людях», — сказал Робин, «которые были там, когда вы вернулись». «О, Раст Андерса все еще был в своей хижине». «И мальчик Грейвс Худуэрстократик. Он был новенький. Он ходил к расту и курил полночи травку». «Ты знаешь, что такое травка?» — спросила она. «Да, знаю», — сказала Робин улыбаясь. «Некоторым людям это не идет на пользу», — мудро сказала Шейла. «Мальчик Грейвс не выдержал. Он стал странным. Некоторым людям не стоит это курить». «Был ли Джонатан Уэйс на ферме, когда вы возвращались?» — спросил Робин. «Да, точно. С его маленькой дочкой Эбигейл. И у Мазу был ребенок. Даю». «Что вы думаете о Джонатане Уэйс?» — спросила Робин. «Очаровательный». «Так я и думала. Он принял нас всех. Очаровательный», — повторила она. «Что заставило его приехать и жить на ферме? Вы знаете?» «Нет». «Я не знаю, почему он пришел. Мне было жаль Эбигейл. Ее мама умерла, потом отец привез ее на ферму, а в следующую минуту у нее появилась сестра. А когда возникла идея создания церкви, вы можете вспомнить? Это было потому, что Джонатан рассказал нам о своих убеждениях. Он, заставляя нас медитироваться, потом стал заставлять нас выходить на улицу собирать деньги. Люди приходили и слушали, что он говорит. «На ферму стало приходить гораздо больше людей, не так ли?» «Да». И они платили. Некоторые из них были шикарны. Потом Джонатан стал ездить в командировки, выступать за кланами. Он оставил мазу за старше. Она отрастила волосы до пояса, длинные, черные волосы. Всем говорила, что она наполовину китаянка. Но она никогда не была китаянкой, известно, сказала Шелля. Ее мама была такой же белой, как мы с тобой. На ферме Чеппен никогда не было ни одного китайца. Но мы никогда не говорили ей, что знаем, что она лжет. Мы просто были счастливы, что вернулись на ферму. Я и Брайан. О чем ты мне спрашивала? Просто о церкви, о том, как она возникла. О! Джонатан проводил курсы с медитацией всеми его восточными религиями и прочим. А потом он начал проводить службы. И мы построили храм на ферме. И вы были счастливы? Спросила Рубин. Шелла несколько раз мгнула, прежде чем сказать. Иногда это было счастье. Иногда было. Но случались и плохие вещи. Однажды ночью Раста сбила машина. Джонатан сказал, что это была расплата за все жизни, которую раз забрал на воня. А потом семья мальчика Грейса пришла и схватила его на улице. Когда он гулял в Норвиче, ему услышали, что он повесился. Джонатан сказал нам, что так будет со всеми нами, если мы уедем. Он сказал, что Алекс получил проблеск Иси, но не смог справиться с окружающим миром. Так что это было предупреждение для нас, сказал Джонатан. Вы ему поверили? Спросила Рубин. А, я тогда верила, сказала Шелла. Я тогда верила всему, что говорил Джонатан. И Брайан тоже. Джонатан умел заставить вас поверить. Заставить вас захотеть делать все хорошо для него. Ты хотела заботиться о нем? Заботиться о Джонатане? Да. Ты бы видела, как он плакал, когда погибли Раст и Алекс. Он, похоже, чувствовал это сильнее, чем все мы. Вы сказали, что иногда на фильме было хорошо. А были ли другие времена? Когда? Начались неприятные вещи, сказала старушка. Ее губы начали дрожать. Это была мазо. Не Джонатан. Не Джонатан. Это была она. Что за неприятные вещи? Спросила Робин, держа ручку над блокнотом. Просто наказание, сказала Шелла. Ее губы все еще дрожали. После нескольких секунд молчая, она сказала. Пол выпустил свиней. Случайно. А мазо заставило людей бить его. Ха. Можете ли его вспомнить фамилию Пола? Дрепер. Сказала Шелла после небольшой пазы. Все называли его Допи. Он не был нормальным. Немного отстал и не надо получать ему было присматривать за свиней. Он оставил ворота открытыми. Допи трепер. Вы знаете, где он сейчас? Шелла покачала головой. Помните ли вы мальчика по имени Джордан, который бил себя плетью? Было много случаев, когда люди били плетью. Да. Я помню Джордана. Подросток. Вы случайно не помните его фамилию Шелла? Шелла немного подумала. Затем сказала. Рине. Джордан Рине. Он был грубым человеком. У него были неприятности с полицией. Пока Робин записывал фамилию Джордана, Кутрядом с ней, уставший от невнимания, легко спрыгнул диваны и вышел из комнаты. После смерти Дайя все стало еще хуже, сказала Шелла без всякого повода. Ты знаешь, кем был Дайю? Дочь Джонатана Имазу, сказала Робин. Она утонула. Не так ли? Верно. Шерри взяла ее с собой на пляж. Это Шерри Гиттин? Спросил Робин. Верно. Глупая была девочка. Дайю командовала ее. Шелла, вы случайно не знаете, что случилось с Шерри после смерти Дайю? Наказали, сказала Шелла. Теперь она выглядела очень расстроенной. Все, кто был замешан в этом, были наказаны. Что вы имеете в виду под видом? Всеми. Шерри. Шерри. Шерри и те, кто не остановил это. Те, кто видел, как они уезжали на грузовике тем утром. Но они не знали. Они думали, что Дайю разрешили. Мой Брайан, Ду Педра, Перри, Маленькая и Бигейл. Они все были наказаны. И Билли, не увиден, спросила Робин. Нет, сказал Шелли. Западно заволновавши. Хуже. Это было нечестиво. Что? Не бери в голову, сказал Шелли. Ее маленькие руки сжались в дрожжи кусочки. Но они знали, что Брайан был болен, когда делали это с ним. Он все время терял равновесие. Джонатан говорил ему, чтобы он пошел и помолился в храме. И тогда ему станет луч. Но после того, как его наказали, ему стало намного хуже. Он плохо видел. А они все равно заставляли его вставать и идти собирать подаяния на улице. И в конце концов, сказала Шелли, ее волнение нарастало. Брайан кричал и стонал. Он не мог встать с кровати. Они отнесли его в храм. Он умер на полу храма. Я была с ним. Он молчал целый день, а потом умер. Весь окоченевший на полу храма. Я очнулась рядом с ним и поняла, что он умер. Его глаза были открыты. Старушка начала плакать. Робин, который было очень жаль ее, оглядела комнату в поисках салфетки. Опухоль, склепнула она. Вот что у нее было. Они вскрыли его, чтобы выяснить, что это было. Опухоль. Она вытерла нос тыльной стороной ладонь. Позвольте мне, сказала Робин, вставая и выходя из комнаты, в маленькой ванной комнате, расположенной в коридоре, со старой розовой раковиной и в ванной. Она оторвала кусок туалетной бумаги и поспешила обратно в гостиную, чтобы отдать его Шелле. Спасибо, сказала Шелле, вытирая глаза и сморкаясь, как Робин снова селась на диван. Это тогда вы ушли навсегда, Шелла, спросила Робин. После смерти Брайана? Шелла кивнула. Слезы все еще текли из бифокальных очков. И они угрожали мне, пытаясь остановить меня. Они говорили, что я плохой человек и что они всем рассказывали, что я была жестока с Брайаном. Они говорили, что знают, что я брала деньги. И они видели, как я обижала животных на ферме. Я никогда не обижал животных. Никогда. Злые, сказал он со схлипом. Злые они. Я думал, он такой хороший, Джонатан. Он сказал мне, Брайану почти стало лучше, Шелла. Но он еще не был чистым духом, поэтому он убил. Ты помешала ему стать чистым духом, кричала на него и была хорошей женой. Ему не было лучше, сказала Шелла снова с хлипом. Не было. Он плохо видел и плохо ходил, и они делали с ним ужасные вещи. А потом кричали на него, потому что он не собрал достаточно денег на улице. Мне очень жаль, Шелла. Тихо, сказала Робин. Это правда так. Мне очень жаль. Тишину пронзила громкая мяукня. Появился кот с мокрой. Он хочет есть со слезами на глазах, сказала Шелла. Еще не время, сказала она коту. У меня будут неприятные неприятности с соседями, если я начну давать тебе обед. Шелла выглядела измученной. Робин, не желая оставлять ее в таком состоянии, мягко перевела разговор на кошек и бродячие привычки. Примерно через 10 минут Шелла достаточно пришла в себя, чтобы рассказать своей кошке, которую сбили на улице. Но Робин чувствовал, что ее горе все еще было на поверхности и посчитал, что было бы жестоко настаивать на дальнейших воспоминаниях. «Большое спасибо, разговор со мной, Шелла», — сказала она наконец. «Только один последний вопрос, если вы не возражаете. Вы знаете, когда Шерри Гиттинг покинула ферму Чепмин? Может быть, вы знаете, где она сейчас находится? Она уехала вскоре после смерти Брайана. Я не знаю, куда она ушла. Она... это она во всем виновата», — сказала она с новой силой гнева. «Это она во всем виновата». «Могу ли я что-нибудь сделать для вас, прежде чем уйду?» — спросила Робин, «возвращай блокнот в сумку. Может быть, позвонить соседу. Неплохо было бы побыть в компании. «Ты собираешься их остановить?» — со слезами на глазах спросила Шелла, проигнорировав предложение Робин. «Мы попробуем», — сказал Робин. «Ты должна их остановить», — яростно сказала Шелла. «Мы были хиппи. Брайан и я. Вот и все. Хиппи. Мы не знали, чем все это обернется». Итак, дорогие мои, это была шестнадцатая глава книги «Бегущая могила» писателя Роберт Гелбрейт. Вы были на канале SkyWord. С вами был я, Вадим. До новых встреч. Всем пока. Вы были на канале SkyWord. Субтитры сделал DimaTorzok